Продолжение следует... Все происходит на очень высоком уровне, все всегда вкусно, все всегда с достоинством, и все всегда интересно, и публике не скучно. А также, кроме прессы, были приглашены блогеры, и я встретила Халберов. Единственное, что я не знаю, попали они в видео или нет, но в общем мы сейчас все это увидим. Поэтому смотрим сейчас видео. Итак, всем-всем-всем снова большой привет, добро пожаловать на мой канал, я сам Таташа Ром, я сегодня снимаю вот такую камеру. И сегодня я иду на презентацию нового сериала ТНТ. Я рассказывала, что я очень сильно люблю ТНТ, потому что они делают очень крутые презентации, проектов, сериалов, но у них реально очень круто. Поэтому я с большой радостью иду туда. Субтитры сделал DimaTorzok или у нас будет продолжение? Продолжение. Я бы сказала, что это семейность, это история мать, которая у нее есть семья, она пытается вообще всячески вытчить, всяких передряг, которые у них не случаются. Потому что папа делал, как у Олег, у которого он уезжает, вот эта дочка, которая тоже вообще... Да, вот это мой брат, а не моей героиня, да, Тимотей. Это молодой человек Ани, который... Который правда не платит? Спасибо. Ну, в общем-то, да. Вообще, не знаю, каким чудом меня уходили, если честно, потому что более, очень далекая от меня, не знаю, это не я, но это... Ну, что, пускай все смотрят, ваш сериал с пятого сентября. С понеделька по четверг, с 20.00 на... Денте. Точно. Точно. Ну, сложно, так сказать, или... Да, сложно, потому что очень много, и крупный вклад, и если у тебя глаза не пьяны, то он не справился с задачей. А есть какой-то секрет, вот небольшой архитектский секрет, вот как здесь правильно собирать все-таки будущего человека? Враспокус. Враспокус. И тогда, в принципе, никто не определил. Где я такой сериал, вот скажи мне, наверное? Я вообще думала, что все сериалы... Нет, я услышала. Что ты услышала? Возможно, это мое подсознание. Возможно, да. У тебя четвертая работа, у тебя нет шансов. Я просто... А у меня есть шансы, мне 43 года. А значит, и у женщин, и у моего возраста есть шансы. Где-то услышала. Ну, слушайте себя. Я сейчас... Услышали, что сказала актриса с тенте? Слушайте только себя. Давайте мы на напомнику. Это очень устраивая. Да. Это красавица. Привет, я Яна. Вот эта вот Яна, актриса, которая только что снимала, она дикая крутая женщина, вот серьезно. И на самом деле, мне кажется, что рассуждать именно в России, когда тебе 43 года, вот так вот, это очень круто, поверьте мне. Поэтому я уже заведомо ее фанат. Девушки просто стоят или позируют? Мы смотрим. Мы смотрим. Сеня, атрамотная вот позирует? Давай, супа, иди работай. Честно, вообще, я очень прибыла в Украине. Сноса сначала не принимала. Воровая девчонка с манерами дуровыми, очень радная, такая упертая, мама не ваше представит, учится на ПТУ, на ЮНСК, но не хочет, если что-то учится в ПТУ, хочет 17 лет учиться. Ну что? Еще актриса и главная героиня данного сериала записала специально для вас пожелание. Я попросила ее, она совершенно спокойно согласилась его записать вместе со мной, поэтому сейчас посмотрим. Давай скажем, знаешь что, девочка, включила? Да. Девочки, никогда не делайте ставку на молодость, на возраст. Развивайтесь интеллектуально, развивайте в себе любые ресурсы. Именно они вам в жизни помогут, а не возраст и молодость. Молодость, это так быстро пройдет, а старость, время вечное. Поэтому готовьте себя к старости сейчас. Не надо о ней думать, надо просто развиваться. Целую вас, котятки. Спасибо большое. Спасибо. 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 Добрый вечер. Спасибо. Спасибо большое, что вы сегодня здесь все и долго говорить не буду. Приятного просмотра. Очень надеюсь, что всем понравится. Привет. 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 Добрый вечер. 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 Каждый раз, когда я вижу рекламу на телевизоре, кто придумал этот слоган «Смотри у меня»? Добрый вечер. Я скажу Саша Думирай. Господа. Действие вызывает противодействие. У меня это вызывает отторжение. При том что я нежно люблю Яну и мне нравится сериал, когда мне каждый раз приказывают «Смотри у меня», мне хочется послать. мне не кажется что этот слоган удачный. Вера, слушай, поговорим. Так мы уже и разговариваем таки, да? Давайте дома поговорить. Мне почему-то так кажется, может я не такая насмотренная, на самом деле мне кажется, что я насмотренная. Я еще не видела у нас такой жанр, я его никак еще определить не могу, мне очень сложно. Вот то ли комедия не драме, то ли комедия, да? Понимаешь, я когда читала, у меня тоже был к ребятам этот вопрос, я говорю, слушайте, как мы из этого сделаем комедию? Они говорят, вот надо, Ян, постараться. Это при моей агрессивной уральской подаче, то есть я не умею нормально разговаривать практически, хотя я может быть очень даже добрый человек, но у меня подача сразу изначально вот очень агрессивная. И меня ломали, не представляешь как. То есть я не наивтирую так, то есть я же сейчас играю и до сих пор ломаю. Может быть это смотри, у меня от меня как раз неправильная задача, может быть она другой актрис, звучало бы иначе. Но дело-то сделано, да, то есть Ольга и я, и отвечать вот за какие-то все-таки драматические вещи, наверное, буду я, потому что я вот как раз сегодня увидела во всех моих партнерах комедию, но я не могу сказать, что ее нет в Трояновой. То есть она и... На презентации сериал так всем понравился, что вместо трех серий решили показать четыре. То есть публика сама попросила, и мы посмотрели четыре серии, которые вот как раз таки, я так поняла, что они будут первыми идти. Вообще сам сериал очень хорошо передает атмосферу именно таких людей. Вы наверняка встретите прототипов героев в своей жизни, возможно кто-то вам встречался, возможно кто-то у вас из родственников такой, но когда вы увидите, вы поймете о чем я сейчас говорю. И я думаю, что именно этим очень сильно всем так понравился сериал Ольга, среди всех тех людей, которые были на этой презентации. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Скоро с вами увидимся, встретимся. Я вас всех обнимаю, всех очень люблю. Всегда ваш огромный Наташа, пока!